Роль стволовых клеток в регенерации нервной ткани. Мария Анатольевна Александровна. Глубоко уважаемый Всеволод Арсеньевич и Оргкомитет, я благодарю за возможность выступить на столь солидном форуме. И уж не знаю, подгадал ли специально Оргкомитет, или это случилось совершенно случайно, мой доклад будет логическим продолжением того, о чем вчера говорила профессор Парфенова. И начну я с того, что для начала определю некоторые особенности. Так, а вот эта штучка, куда я должна нажимать? А вы мне включили? Никого нет. Нет, она, наверное, что-то показывает, но, наверное, она не включена. А вот здесь вот краска. Это не то. А, он не переключает, да? Ага. Сейчас проверят, одну секундочку. Так, для начала я хочу сказать, что каждому понятно, что нейродегенеративные заболевания имеют драматические последствия не только для людей, которые их переносят, но и для общества, поскольку это очень социально нагруженные заболевания. И лечение этих процессов чрезвычайно затруднено, поскольку репаративной регенерации в центральной нервной системе, в мозге практически нет. Так же, как и в миокарде, о котором мы вчера слышали замечательный доклад. Но в отличие от миокарда, структура мозга и образование ткани мозга, оно имеет свои определенные... О, свои особенности. Ну, во-первых, в ткани мозга множество различных типов нервных клеток. И сегодня, сегодняшние методы генетического анализа язвичных клеток расширяют это множество подтипов, и сколько их будет, их морфологических там больше сотни, а генетических будет еще не знамо сколько. Каждый этап дифференцировки нервной клетки требует специфического контроля, специфических транскрипционных факторов. Архитектоника мозга чрезвычайно сложна, и поэтому, если мы что-то хотим регенерировать, то нам нужно встраивать клетки в определенные точки этого пространства. Существуют специфические региональные различия и в нервных клетках, и в подтипах тех глиальных клеток, которые их окружают, в аскулиризации, и в микроглиальных клетках, которые окружают все это пространство. В мозге возникают специфические блокаторы аксонного роста. И, кроме того, различные типы повреждений приводят к различным регенеративным ответам. Если мы посмотрим на вот эту маленькую схемку, на эту схему, то здесь я хочу представить некоторые общие соображения относительно того, что же мы наблюдаем в нервной системе. Это она уже сама начинает листать. Она живет в своей жизни. Кто там на компьютере, Саша? Так, ну неважно. Давайте смотреть вот так. Так, товарищи, тут что-то не попадает. Саша, там вы включили автоматическую смену слайда. Вот. В период эмбрионального развития ткань центральной нервной системы прекрасно регенерирует. И это определяется тем, что в нервной клетке и в растущем аксоне идет синтез белка. Вся система нервных клеток, возникающих, находится в специфическом микроокружении, которое поддерживает рост, направляет специальными навигаторами рост аксона. Рост аксона в микроокружении множество нейротрофических ростовых факторов. Среди белков в линкетчиковного матрикса мы наблюдаем ламининофибронектин, которые необходимы для растущего аксона. Все это продолжается в эмбриональном и раннем постнатальном периоде. После этого все вот эти замечательные факторы практически сходят на нет. Их становится очень мало. Они сосредоточены в определенных местах. И в период постнатальный происходит стабилизация роста аксона. Он устанавливает специфические связи. И на сцену выходят олигодендроциты. Это клетки, которые меленизируют аксон и, грубо говоря, цементируют нейральные связи. Олигодендроциты выделяют специфические факторы, которые являются ингибиторами аксонного роста. Вот эти вот факторы. И рецепторы к ним, они блокируют аксонный мозг. В результате в взрослом мозге при нарушении повреждения аксона происходят следующие события. Нарушается аксонный транспорт. Потоком входит кальций в поврежденный аксон. Нарушается синтез белка. В области повреждения идет глиальная реакция. Возникает глиальный рубец из астроцитарных клеток. И вот эти вот факторы, которые блокируют рост аксона, все это приводит к тому, что практически нивелируется возможность роста аксона в области повреждения. И, естественно, возникает идея относительно того, как все это можно реконструировать. Дело в том, что при повреждении аксона происходит еще драматическое событие, связанное с тем, что умирает не только вот эта клетка, которая повреждена, но идет ретрооградная дегенерация нейронов и антероградная дегенерация нейронов. То есть гибнут те клетки, которые связаны с этим нейроном. Таким образом происходит очень разлитое повреждение нервных клеток и, соответственно, как подойти к этим процессам, как можно реконструировать. Значит, одна из стратегий направлена на то, чтобы изменить микроокружение, изменить внутреннюю конструкцию этой клетки таким образом, чтобы стимулировать синтез белка, чтобы снова восстановить аксональный транспорт, нивелировать астроцитарный рубец и блокировать возможности факторов олигодендроцитов. Так, это все не то. Вот это вот. Так вот, эта стратегия направлена на модуляцию экспрессии генов нейронов. И здесь главенствующее место занимает некоторые гены, которые являются блокаторами черт возьми, так, извините, которые являются блокаторами аксонального роста. Так, например, птен, который очень активно экспрессируется после повреждения нейрона, и он блокирует возможность роста аксонального отростка. Поэтому, если мы можем блокировать и сделать делекцию по этому гену, то повышается аксональный рост и усиливается экспрессия рапомицина, который является активатором аксонального роста. Другой сигнальный путь – это сигнальный путь, связанный с активатором транскрипции. Повышение его экспрессии приводит также к усилению аксонального роста. И вот модуляция всех этих генов, которые здесь представлены, тем или иным путем может активировать аксональный рост. Но нужно отметить сразу, что все вот эти факторы, как, например, ПТЭН или СИМИК, это факторы, которые являются онкогенными факторами. И если мы будем неаккуратно манипулировать этими генами, то в результате может получиться совершенно негативная реакция. Так что стратегия есть, и эта стратегия развивается очень активно, но она имеет свои негативные стороны. Следующие стратегии основаны на том, чтобы постараться перенести вот это вот замечательное пермиссивное микроокружение, которое характерно для эмбриональных клеток, в область повреждения нейронов, в область нейродегенерации. И такие подходы связаны с тем, что используют нейротрансплантации малодифференцированных клеток или эмбриональных, или тех клеток, которые у нас сохраняются в дифференцированной нервной системе в виде стволовых клеток. Стволовые клетки уже исследуются на протяжении, наверное, 25 лет. Хотя описаны они были очень давно, еще в 1960 году в работе Айтмана были описаны клетки, вернее, был описан нейрогенез, и тогда он еще не произносил никаких слов про стволовые клетки, а в конце 90-х годов прошлого века в работах Вейсмана было показано, что клетки, выделенные из двух зон взрослого мозга, можно бесконечно культивировать, и это поддержание клеток происходит за счет того, что в культуре сохраняются стволовые клетки, и этот термин плотно вошел в представлении о том, что в мозге взрослых млекопитающих сохраняются клетки с стволовым потенциалом. За эти годы исследовано множество разных видов, и из этой замечательной таблицы мы можем видеть, что нам с вами, товарищи, совершенно драматически не повезло, потому что у млекопитающих, у грызунов и у приматов сохраняются очень мало клеток, несущие стволовые свойства, только в области переднего мозга, в то время как такие замечательные животные, как рыбы и бесхвостые амфибии имеют множество отделов в центральной нервной системе с стволовыми клетками, и у них идет роскошный репаративный нейрогенез. Эти животные могут полностью восстанавливать свою центральную нервную систему, и сравнение нас и их – это, конечно, очень важный фундаментальный аспект. Но вот что нам досталось? Нам, приматам, досталось практически только присутствие нейрогенеза в переднем мозге, в области переднего мозга, и небольшое количество так называемых латентных прогениторов, это клетки, которые реагируют нейрогенезом только в условиях повреждения, а в нормальном функционировании мозга они не принимают никакого участия. И так вот у нас и у грызунов только в переднем мозге сохраняется зона с нейрогенезом в взрослой жизни. Естественно, чрезвычайно важно для фундаментального представления о стволовых клетках было понять, собственно говоря, откуда же они берутся у взрослых организмов. И сейчас очень детально исследовано происхождение стволовых клеток, и это помогло пересмотреть старые представления о нейрогенезе. Сейчас мы четко можем себе представлять, что стволовые клетки взрослого мозга возникают из нейроэбитериальных клеток, которые являются, собственно говоря, стволовыми клетками первого порядка при развитии центральной нервной системы. Они модифицируются в клетки так называемой радиальной глии, которые, собственно говоря, и производят все нейроны и все глиальные клетки. Клетки радиальной глии являются прямыми потомками нейроэпителия. И в процессе раннего онтогенеза, в процессе нейрогенеза и дифференцировки разных типов клеток возникают клетки, так называемые нейральные стволовые клетки взрослого мозга, которые в себе сохраняют очень интересные свойства и нейроэпителия, и радиальной глии, и клетка взрослого мозга, несущая стволовые клетки, является астроцитом. То есть это не эмбриональная маленькая кругленькая клеточка, а это нормально функционирующий астроцит, который сохранил в себе свойства и нейроэпителия, и радиальной глины. У взрослых млекопитающих сохраняется в переднем мозге две зоны нейрогенеза, две зоны конститутативного нейрогенеза. Одна зона находится в области субвентрикулярной зоне в боковом желудочке, и здесь постоянно возникают новые нервные клетки, которые мигрируют, используя длинный такой вот путь миграции в альфакторную зону, где заменяют погибающие альфакторные нейроны. Сейчас хорошо известны все очень многие молекулярные процессы, которые поддерживают эти стадии нейрогенеза. Из стволовой клетки возникает так называемая промежуточная популяция Transit Amplified Cells, и дальше они дают потомство, которое дифференцируется в определенные типы взрослых нейронов, заменяющих клетки в бульбус альфакторис. И следующая зона нейрогенеза у взрослых млекопитающих это так называемая субгранулярная зона в области гиппокампа. Здесь также известны достаточно хорошо сегодня процессы, которые сопровождают нейрогенез. Здесь образуются взрослые гранулярные нейроны, которые также полностью интегрируются в окружающую ткань и функционируют как нормальные вновь образованные нервные клетки. Но важность этих процессов чрезвычайно нужна для того, чтобы четко представлять себе, какие же механизмы поддерживают вот эти постоянные процессы нейрогенеза в взрослом мозге млекопитающих. Но все эти данные получены на грызунах. В основном на мышах и меньше на крысах. Но, естественно, лечить-то мы будем взрослых людей, а не крыс. Поэтому сейчас уделяется большое внимание представлению о том, насколько сходно те механизмы, которые мы выяснили на грызунах, с теми, что происходит в мозге человека. И сейчас существует некоторое количество работ, которые позволяют сравнить процессы функционирования стволовых клеток в мозге грызунов и в мозге человека. И уже на ранних этапах развития стволовых клеток, еще в период эмбриогенеза, мы видим колоссальные различия между грызунами и приматами. у приматов возникает так называемая наружная субвентрикулярная зона, вот эта наружная субвентрикулярная зона, которая как раз и дает огромный пул нервных клеток и определяет размеры и специфическую организацию мозга приматов. У грызунов эта зона полностью отсутствует, поэтому исследуя стволовые клетки на ранних периодах развития, мы можем полностью потерять представление о том, что в мозге грызунов существуют специфические стволовые клетки и они требуют определенного исследования. Эти клетки и эта зона совершенно сейчас достаточно детально исследована и мы хорошо знаем, что приматы и грызуны разошлись уже, наверное, 70 миллионов лет тому назад и в мозге приматов есть специфические МРНК, которые отсутствуют в мозге грызунов. И эти МРНК, как сейчас показано, могут как раз участвовать в регуляции клеточного цикла, то, о чем говорила на прошлой лекции профессор Парсенова тоже о микро-РНК. и вот эти микро-РНК сейчас считаются и экспрессируются в клетках наружной субвентрикулярной зоны и определяют большой пул пролиферации клеток, стволовых клеток в субвентрикулярной зоне. Мы исследовали некоторое количество плодов человека и красили эти клетки. Вот они действительно представляют собой клетки радиальной клеи и активно пролиферируют в определенный период развития эмбриона. В некоторых статьях, которые были посвящены этой проблеме, эта статья вышла в Nature в 2010 году, было определено, что клетки наружной субвентрикулярной зоны начинают активно пролиферировать приблизительно с 17-го дня, 17-й недели эмбрионального развития плода человека. И наши исследования показали, что действительно именно вот в этот временной период, где-то близко к 20-й неделе развития, активно начинают экспрессироваться ок 4-й и на ног, свидетельствуют о том, что здесь присутствуют стволовые клетки. Эти стволовые клетки в наружной вентрикулярной зоне имеют морфологию клеток радиальной глии. Вот они покрашены на стадио специфические антигены. Это клетки с морфологией радиальной глии. И вот сейчас буквально перед докладом было выяснено, что в этих клетках экспрессируется уникальный ген который характерен для человека и приматов. Вот этот мем 14 его выделили и при вставлении в трансгенных мышей оказалось, что этот ген регулирует герификацию, то есть становление складчатости у коры. То есть вот эта специфическая область мозга, которая отсутствует у грызунов полностью, она несет в себе специфические гены. Но следующим важным моментом является не только различие в эмбриональных своловых клетках, но и в тех клетках, которые сохраняются во взрослом нашем с вами мозге. у нас полностью ликвидируется возможность поставлять новые клетки в область обонятельного эпителия. Приблизительно к двум годам у человека исчезает возникновение новых клеток и миграция их по пути миграции в обонятельную долю и около 18 месяцев функционирование субвентрикулярной зоны прекращается. Сохраняется только в области гиппокампа, но в области гиппокампа нейрогенез сохраняется в течение всей жизни. И, вероятно, нам, зрительно ориентированным организмам, очень важно утрата вот этой способности, которая могла бы отвлечь наши когнитивные возможности на обоняние, которое нам, вероятно, не так нужно, как остальные способности. Ну вот, сохраняются стволовые клетки в области гиппокампа. Сегодня очень детально изучено именно возникновение и все этапы становления клеток в области гиппокампа. Изучено, конечно, все это детально на мышах. И сегодня мы хорошо знаем и сигнальные молекулы, которые ответственны за этот нейрогенез, и транскрипционные факторы, и выявлена целая группа эпигенетических регуляторов. Почему это для нас важно? Потому что гиппокамп является важнейшей структурой, отвечающей за обучение, пространственную навигацию, за память. И для человека, конечно, эти функции чрезвычайно важны. И вот эти незрелые нейроны, которые возникают здесь, они являются как раз важнейшими модуляторами функции гиппокампа и определяют возможность образования следов памяти, закрепления памяти, обучения и так далее. И вот пока эта клетка еще не созрела и не превратилась в гранулярный нейрон, происходит специфическая модуляция гиппокампальных процессов, и мы обладаем вот этими замечательными способностями. Но вот этот весь процесс, если мы на него детально посмотрим, то мы видим, что из стволовой клетки возникает в процессе специфических пролифераций и дифференцировок новая нервная клетка, которая встраивается полностью в окружающие нервные сети и функционирует как взрослый нейрон. То есть мы видим, что конститутивный нейрогенез из нейральных стволовых клеток представляет собой процесс локальной регенерации. И естественно думать о том, что если мы сможем вот эти процессы активировать в взрослом мозге, может быть возможно расширить способности к регенерации у человека и млекопитающих. здесь возникла следующая стратегия это активации конститутивных и латентных предшественников. Конститутивные предшественники это и есть те клетки, которые мы называем стволовыми клетками. Вот огромное количество факторов, которые могут стимулировать нейральные стволовые клетки к пролиферации и дальнейшей дифференцировке. Здесь много факторов роста, нейротрофических факторов, факторы миграции, стромальные факторы и совершенно очевидно, что для стимуляции пролиферации нейральных стволовых клеток можно подобрать различные композиции факторов, чтобы вывести их в процесс пролиферации. Кроме того, электростимуляция, гипоксия, физическая нагрузка, умеренное голодание, стресс, антидепрессанты – это всё факторы, которые активируют пролиферацию и развитие нейронов из нейральных стволовых клеток. Но что же мы получаем? Действительно, можно активировать, однако, эти клетки, даже если они мигрируют за пределы своих зон компетенции, они редко дифференцируются и практически не вызывают регенеративного процесса за пределами зон своей компетенции. То есть в пределах гиппокампа можно подстимулировать нейрогенез. А кроме того, вторая проблема связана с тем, что сейчас активно обсуждается вопрос относительно того, не выведем ли мы все стволовые клетки в дифференцировку раньше того времени, на которое они рассчитаны. То есть есть представление о том, что стволовые клетки могут выйти из стволовости и стать, например, глиальными клетками, астроцитами и уже перестать нести в себе возможность нейрогенез. Поэтому этот подход используется, он очень интересен, но в нем есть тоже несколько вопросов, которые пока еще не решены. Следующие клетки – это латентные предшественники. Латентные предшественники – это не нейральные стволовые клетки, а это клетки глиального пула, астроциты, перициты, клетки НЖ2, эпидемальные клетки, клетки мюллера в сетчатке или клетки пигментного эпителия. Это клетки, которые реагируют только на повреждения. И существует несколько подходов к их перепрограммированию. Дело в том, что, как вы уже поняли, для нейронов и для глии существует единственная материнская клетка, общий прогенитор, который продуцирует и нейроны, и глии. И вот в некоторых работах было замечено, что в ишемическом повреждении в области стриатума возникают новые нервные клетки, и когда их стали изучать, то оказалось, что эти нервные клетки возникают из реактивных астроцитов. А для нейробиологов хорошо известно, что повреждения приводят к возбуждению астроцитарных клеток, они начинают пролиферировать, и вот в момент пролиферации можно заметить, что эти клетки экспрессируют маркеры нейральных стволовых клеток. Так вот, оказалось, что действительно часть астроцитарных клеток может превращаться в нервные клетки. И это происходит по схеме совершенно такой же, какая характерна для нейральных стволовых клеток. Астроцит. Сначала он теряет свою дифференцировку, дает промежуточные клетки transit amplifying cells, которые начинают дифференцировать по нейральному направлению и формируются из них нейроны. Кроме того, оказалось, что эти же процессы могут быть стимулированы, если мы подавим некоторые специфические гены, характерные для ночь сигнального пути, тогда снимается блок, который связан с дифференцировкой клеток, или введением сок старого его оверэкспрессия также приводит к формированию и репрограммированию астроцитов. Но оказалось, что репрограммировать можно не только реактивные астроциты, но и используя специфические гены раннего нейрогенеза, транскрипционные факторы, их можно прямо вводить в астроциты, и они под действием этих факторов репрограммируются и становятся нервными клетками. И подобные работы были сделаны в культуре на астроцитах человека, их репрограммировали комплексами малых молекул, сегодня их уже известно энное количество, и эти клетки достаточно быстро переводятся из состояния астроцитарных в нейроноподобные клетки. Наши исследования, которые были проведены на клетках пигментного эпителия в сетчатке глаза, это клетки тоже нейрального генеза, они продемонстрировали очень интересную и любопытную особенность. Эти клетки в культуре сами способны трансдифференцироваться практически без всякой стимуляции в нейроноподобные клетки. Они сначала дедифференцируются, экспрессируют окт четвертый на ног, потом они начинают экспрессировать по мере культивирования пак шестой, мусаши, тубулин, и мы видим, что эти клетки постепенно трансформируются в клетки нейрального пула, что, конечно, чрезвычайно интересно, поскольку это репрограммирование происходит практически естественным путем. Однако фактор роста фибробластов активирует эту дифференцировку, он начинает наводить в клетках пигментного эпителия экспрессию КЛФ четвертого, и в этот период, когда падает экспрессия КЛФ четвертого, начинается дифференцировка, и возникает множество нейроноподобных клеток. Этот подход тоже очень активно используется, и трансформация клеток, репрограммирования астроцитарных клеток сейчас активно ведется, и не только в культуре, но и инвиво в мозг трансфицируется, например, сок второй, и в определенных работах было показано, что можно перевести часть астрофмалиальных клеток в дифференцировку нейрона. Но наиболее активно используется в настоящее время стратегия трансплантации, то есть переноса малодифференцированных клеток в область повреждения. Сейчас используются различные типы клеток, не только нейральные стволовые, но и мезонхимальные клетки, клетки, полученные из эмбриональных стволовых клеток, индуцированных стволовых клеток, и существует целый комплекс компаний, которые производят, например, нейральные стволовые клетки для коммерческого использования. Так что это всё уже поставлено на широкую коммерческую ногу. И важным моментом здесь является то, что если мы посмотрим на функции стволовых клеток, на функции нейральных стволовых клеток, то окажется, что эти функции гораздо шире, чем то, что мы с вами обсуждали нейрогенез и глиогенез. Вот за эти 25 лет, что исследуются стволовые клетки, не только нейральные, но и другие типы клеток, стало ясно, что эти клетки осуществляют очень мощную нейротрофическую поддержку и являются ещё мощными иммуномодуляторами. Ну, поскольку я занимаюсь нейральными стволовыми клетками, то я знаю, что это было открыто именно на нейральных стволовых клетках. И эти клетки поддерживают гомеостаз именно не только за счёт нейрогенеза и глиогенеза, но вот этой вот своей замечательной способностью выделять нейротрофические факторы и являться иммуномодулятором. однако этими способностями обладают и другие малодифференцированные клетки, в частности мезонхимальные стволовые клетки. И мезонхимальные стволовые клетки благодаря своей паракринной активности сейчас очень широко используются для компенсации нейродегенеративных заболеваний. Мы когда-то работали с этими клетками, получали из-за конститута Гомолеи это клетки человека и трансплантировали в мозг крыс. И вот что интересно, эти клетки, мезонхимальные стволовые клетки человека не переживают длительно, не больше двух недель мы наблюдали присутствие этих клеток, вот хьюмон-нуклеи клетки человека, зелёненькие такие, но дальше они погибают. Но в процессе переживания в мозге фибробласты экспрессируют очень активно фиброниктин. Так вот оказалось, что этот фиброниктин является замечательным скафолдом для врастания в эту область аксонов нервных клеток. То есть мезонхимальные стволовые клетки могут оказывать не только вероятно нейротрофическое влияние, но ещё выделять и составлять такую подложку для роста аксонов. И буквально перед докладом вот статья вышла такая замечательная. Это совершенно клиническая статья, в которой трансплантировали безонхимальные клетки, которые были направлены в нейральную дифференцировку у 10 пациентов при травматическом повреждении мозга. и авторы утверждают, авторы это китайцы утверждают, что внутривенное введение мезонхимальных стволовых клеток действительно приводит к значительной компенсации повреждения при травматическом повреждении. Но мне гораздо интереснее те клетки, которые реально могут быть дифференцированы в нервные клетки, поэтому я полагаю, что нейроны, которые можно получить из индуцированных плюрипотентных клеток, могут быть гораздо перспективнее в широком смысле, чем мезонхимальные стволовые клетки, потому что нейроны, полученные из индуцированных плюрипотентных клеток, могут активно расти. Вот это моторные нейроны, которые активно растут в мозге мышей, они могут дифференцироваться в клетки с специфической морфологией, они дают шипиковые отростки, и сегодняшние исследования показывают чрезвычайно интересную и важную вещь, что вот индуцированные плюрипотентные клетки, нейроны, полученные из них, очень длительно развиваются в мозге крыс, их трансплантировали мозг крыс, и затем исследовали их электрические свойства. Так вот, электрические свойства и мембраны этих клеток развиваются приблизительно в течение года, что соответствует нормальному развитию нормальных нейронов в мозге человека. Они в этот же период становятся синаптически активными, и это свидетельствует о том, что эти клетки могут быть интересны для трансплантации и не только трофического воздействия, но и интеграции в мозг рецепиента. И самые, конечно, ну, в общем, я бы сказала, выдающиеся работы были получены на исследовании фетальных клеток, с которыми мы тоже много работали. Это, можно сказать, совершенно нативные клетки, полученные из эмбрионального мозга, то есть они никак не трансформированы, генетически не модифицированы. Они дифференцируются в мозге мышей в нормально морфологические нервные клетки. Не только мышиные клетки в мозге мышей, но и клетки человека в мозге крысы. И вот работа, на которой я хочу две минуты остановиться. Она вышла в Nature в конце 2016 года, где они трансплантировали эмбриональные нейроны мышей в область зрительной коры. И это работа с использованием всех возможных способов мечения из всех возможных современных имиджинговых методов доказала совершенно без всяких претензий, что клетки, трансплантированные в зрительную кору мозга мышей, полностью интегрируются в функциональную систему мозга рецепиента и выполняют ту функцию, которую должны выполнять клетки, находящиеся на этом мозге. И полностью реконструируют гинекулокортикальные связи. То есть эта работа показывает, что мы не можем регенерировать, но мы можем сделать трансплантацию такую, которая полностью восстановит и структуру, и функцию мозга. что, конечно, совершенно замечательно, поскольку есть надежда, что мы сможем иметь пулы клеток, которые могут организовывать такую функцию трансплантата. И можно сказать предпоследний слайд. Здесь из обзора 2017 года я хочу показать, на каких моделях сейчас проводятся клинические испытания с использованием разных типов стволовых клеток, нейральных клеток, полученных из индуцированных плюрипотентных, из мезонхимальных клеток. Это боковой метрофический склероз, это болезнь Паркинсона, это повреждение спинного мозга, инсульт, болезни сетчатки и вот эти клинические испытания вероятно в какое-то ближайшее время дадут свои результаты. И завершая свой доклад я хочу обратить внимание на то, что сегодня мы не можем однозначно ответить на вопрос, можем ли мы восстановить наш мозг. у нас есть замечательные стратегии, основанные на глубоких фундаментальных исследованиях. Эти стратегии основаны на том, что мы можем трансплантировать клетки или клетки, или их экзосомы, о чем я не говорила, но эти подходы тоже сегодня существуют. Мы можем пытаться перепрограммировать клетки, существующие в нервной системе, то есть астроциты перепрограммировать в нервной клетке. Существует подход, связанный с регуляцией генов роста аксонов, активацией эндогенных нейральных стволовых клеток. Развиваются очень интересные направления, связанные с редактированием генома. Но, тем не менее, ответить на вопрос, можем ли мы сегодня восстановить наш мозг, положительно невозможно. Да, у нас есть интересные фундаментальные наработки, которые, я надеюсь, в ближайшие годы дадут какие-то интересные, важные выходы. И, по-видимому, это будут какие-то комплексные подходы, которые будут объединять различные стратегии для возможности реконструирования центральной нервной системы. все выключила слишком рано. Я хочу поблагодарить все те институты, с которыми мы вместе сотрудничали и которые нам помогали в наших исследованиях. И спасибо за внимание. Кажется, я не очень много времени перебрала. даже жалко, что вы закончили, могли бы еще, еще вас с наслаждением слушать. Есть ли вопросы? Пожалуйста, Игорь Анатольевич. Спасибо за доклад. Два вопроса. Первый, какой процент клеток, которые ваши культивировали из гелиальных переходит в нейрональные? при культивировании? И смотрели ли вы там их эргичность, какой процент? И второй, более такой общий, может быть, биологический, вы сказали, что, по-моему, у земноводных по регенерации может заместиться, регенерировать почти полностью мозг. А как это рассматривать с точки зрения сохранения долговременной почти? Не теряется ли она вообще? Давайте начну с низших позвоночных. Ну, это тритоны, лучше всего регенерируют тритоны. У них регенерирует все, что только может быть. И полностью сетчатка глаза, кстати, из клеток пигментного эпителия вырастает. И эта сетчатка функционирует как совершенно нормальная, долговременную память вы хотите выяснить. понимаете, никто же не уничтожает сразу целиком весь мозг, а уничтожает по частям. Вот. И для того, чтобы выяснить, что как регенерируют, отрезают маленькие кусочки, и они регенерируют замечательно. А относительно памяти у тритонов, ну, не знаю, существуют ли такие поведенческие исследования, которые направлены на изучение памяти у тритонов. Просто не могу вам ответить на этот вопрос. А то, что регенерируют, регенерируют в совершенном виде, действительно. Но это, кстати, во многом связывают с тем, что эти животные сохраняют признаки неотении. Вот. Они как бы недозрелые, поэтому у них такая совершенная регенерация. Относительно дифференцировки в нейрональном направлении, да, не все клетки дифференцируются в нейроны. Мы никогда не получаем полную популяцию нейронных экспрессий, клеток с маркерами нейронов. Всегда сохраняется часть клеток, которая несет в себе маркеры и пигментных клеток, и клеток астроцитарного пула. То есть никогда не бывает стопроцентной дифференцировки. Всегда это смешанная популяция. Игорь Анатольевич, я ответила на ваш вопрос? Пожалуйста, вопросы. Елена Викторовна, пожалуйста. Уважаемая Мария Анатольевна, спасибо за такую познавательную лекцию. У меня тоже немножко общебиологический вопрос. Я обратила внимание на то, что вы сказали, что где-то 70 миллионов лет назад приматы и грызуны разошлись, и у них сейчас разные зоны мозга отвечают за нейрогенез. Ну, примерно так, да? Нет, нет. Да. И вы сказали, что у них абсолютно различные паттерны микро-РНК, которые регулируют нейрогенез. Мы как-то привыкли считать, что эволюция видов, она связана с развитием нервной системы, связана с возникновением мутации в геноме, и какие-то мутации, которые способствуют приспособлению, в общем-то, двигают эволюцию. Вот, исходя из факта, который вы привели, можно предположить, что, может быть, именно микро-РНК или какие-то другие некодирующие РНК являются важным фактором, двигающим эволюцию, потому что они отвечают за быстрые какие-то регуляторные приспособительные такие реакции в экспрессии генов. Может быть, вы знаете какие-то работы, которые бы говорили о важной роли микро-РНК именно в эволюции? Елена Викторовна, я, к сожалению, этих работ не знаю в эволюционном плане, но то, что, может быть, я не совсем правильно выразилась, действительно, есть консервативные микро-РНК, которые характерны и для грызунов, и для нас, и зоны нейрогенеза у нас сходны с грызунами, но мы теряем субвентрикулярную зону по мере онтогенеза. Она прекращает поставлять новые нейроны. А у грызунов эта зона сохраняется, потому что они обонятельно ориентированные звери, понимаете, нам не нужно обоняние, а им нужно. И в процессе вот этого эволюционного расхождения приматы приобрели новые микро-РНК, которых нет у грызунов. И считается, что эти микро-РНК вот влияют на клеточный цикл, ускоряя пролиферацию специфических клеток вот этих вот новообразованных зонах, которые отсутствуют у грызунов. Мария Анатольевна, мне кажется, Елена Викторовна сформулировала какую-то совершенно гениальную идею эволюции новую в своем вопросе и выходящую даже за рамки нейрогенеза, потому что действительно микро-РНК это 15-21 аминокислот, простите, нуклеотид, и там одноточечная мутация даже, она уже приведет к тому, что появится другая микро-РНК, я так понимаю, да, это первое. И второе, большая часть структуры ДНК ответственна не за структуру белка, а за структуру микро-РНК и других регуляторных РНК. И вот там мутация, я так понимаю, понял ваш вопрос, и вашу догадку, мне кажется, что там мутация могла резко изменять поведение, жизнь, программу клеток, их перепрограммировать, их дифференцировать, додифференцировать, ибо они за это отвечают микро-РНК. А вот теория классической эволюции на основании мутаций в кодирующей части ДНК, кодирующей, в результате чего белок изменится немножко, она действительно как-то вот она не совсем при появлении знаний наших новых, она, мне кажется, менее прогрессивная и в том плане, что это идет, наверное, но может быть, конечно же, самые драматичные события в эволюции, в эволюции серьезной, такой, между видовой и прочей, и в эволюции тканей, органов, действительно, происходят там. Я нигде этого не читал, так что, Елена, спасибо за вопрос тоже скажу. Вы простите, что я прокомментировал, мне очень хотелось обратить внимание на эту идею. И она вполне достойна обсуждений с эволюционистами, конечно. Я думаю, надо писать обзор со своей идеей, Елена Викторовна. Да, и, конечно, поговорить с эволюционистами, с хорошими молекулярными биологами. Спасибо. Так, еще вопросы. Пожалуйста, Борис Давыдович, прошу вас. Спасибо за интересный доклад. Продолжение предыдущих двух вопросов. Вы сказали, что, к сожалению, у приматов в мозге достаточно мало зон со стволовыми клетками. А может быть, это как раз и не к сожалению, а хорошо? Потому что, как мне казалось, все-таки мозг наш отличается от мозга рыб и функционально, и по строению. и может быть, как раз наличие вот небольших таких зон, оно является защитной реакцией всего остального мозга. То есть, эволюция не ошибочно это сделала, а это именно целенаправленное движение эволюции, сокращение количества целовой предыдущей. Спасибо. Я могу с вами согласиться. Дело в том, что действительно, если рассматривать эволюцию и наш мозг с когнитивной точки зрения, то, конечно, естественно, когнитивность проще сохранять, когда она стабильна. Вот. И не следует слишком много иметь зон с каким-то неопределенным нейрогенезом. И действительно, у нас нейрогенез сохраняется только в гиппокампе и вот в той зоне, в которой вероятнее всего возникновение новых клеток необходимо именно для каких-то процессов модуляции когнитивных возможностей. И вероятно, вероятно, вы правы, что много возможностей возникновения новых нейронов просто действительно нам ни к чему. А такие организмы, как рыбы, которые растут в течение всей жизни, ну, просто для них это необходимо иметь огромное количество нейрогенных зон, для того, чтобы можно было увеличивать свою центральную нервную систему. Да, я могу с вами согласиться. Есть еще вопросы? Есть еще вопросы? Тогда позвольте я поблагодарю Марию Анатольевну. так. Это мне мальчик. Спасибо вам за прекрасную лекцию. Это вам благодарность. Но вот я хотел сейчас слышать вас. Появилась идея. Помните, мы когда-то проводили регулярно конференцию по стволовым клеткам, и вы там выступали прекрасно. И мы писали по материалам доклада статьи и публиковали книжки. Я вот хочу сделать предложение всем, кто делает пленарные доклады и симпозиальные доклады, хорошие, если таковые, наверняка будут, написать на эту тему какую-то статью. Давайте мы издадим по материалам этого конгресса издадим обзор статьи, ибо здесь лучшие специалисты нашей страны, и это будет очень полезно для всей общественности. Я вас приглашаю написать статью. Спасибо большое. Я думаю, что очень разумная идея, потому что вот те годы, сколько мы встречаемся и обсуждаем проблемы стволовых клеток, мы гораздо трезвее стали смотреть на возможности этих клеток, ну как-то опустились уже с небес на землю, и в общем огромное количество фундаментальных работ дает такую возможность. Спасибо, Марина. Спасибо. Еще раз. Ой, давайте еще раз поблагодарим Александру. Спасибо вам.